спасибо вам большое за то что вы к нам все присоединились и у нас конечно же скажем основной вопрос которым последние полгода я сталкиваюсь это вопрос безопасности финансовой мы никуда не уйдем мы выращиваем с вами большое количество зерна и большинство этого зерна завозится на элеваторы ходе хоть она будет завозиться на морские элеваторы на портовые хоть она будет на внутренние элеваторы документа оборот никто не отменял доверие к документам это очень важный аспект и то что произошло у нас в прошлом сезоне самое большое событие негативного характера это компания агроинвест всем известная семья кучеренко которые взяли и обманули рынок мошенническими действиями более чем на 100 миллионов долларов каким образом мы бы могли защититься от подобного рода атак скажем специалисты айти они разрабатывают какие-то всевозможные способы защиты от доз атак и других посягательств на безопасность сайта и безопасность информации мы же с вами должны разработать документальную и технологическую карту каким образом мы бы могли уйти от таких рисков так скажем документа оборот на элеваторе он всегда завязан на бухгалтерии он всегда завязан на государственном контроле который в принципе раньше осуществляла такая инспекция к государственной хлебной инспекции но мы ее благополучно победили потому что это был один из самых коррумпированных органов которые существовал в нашем секторе но вот функцию контроля мы никак в принципе не заменили компания дпр держреестры она выполняет лишь функцию такой информативного характера она не несет никакой ответственности за какие зато какие действия будут предприниматься на элеваторе точно также банки которые финансируют или фонды которые финансируют трейдеры которые покупают зерно они склонны доверяют тем документам которые выписываются и которые заведены то ли традициями то ли регламентирующими нормами поэтому кейс с агроинвест групп подорвал доверие к этим документам подорвал доверие к элеватором и мы на сегодняшний момент получили очень негативные аспекты со стоимостью страхования и всего такого прочего вот одна из пострадавших сторон в том числе это оказался банк и который у нас сегодня есть на панели вот и я хотел бы спросить у банка оваль как вы видите перспективы улучшение такой работы по контролю затем чтобы не появлялась потом у меня в фейсбуке появился виталий кучеренко запросом в друзьях я смотрю виталия уже более 30 друзей из нашего рынка как вы видите возможности выхода из этой ситуации в будущем смотрите ситуация достаточно критическая на самом деле поскольку это сильно подорвало возможности банков или желание банка кредитовать под залог урожайной элеваторе вот урожайной элеваторе так раз те удобные условия для клиента когда клиент продает зерно не сразу после его сбора а период наибольшей цены как правило статистически статистически это было начало то есть конец года и первое месяце года вот как обойти ситуацию насколько я знаю то есть первый вопрос был госреестре второй вопрос был в гарантийном фонде то есть те компании которые владели двойными сквозгими свидетельствами должны были рассчитывать на ту гарантию которая покрывала бы подобные риски я не думаю что мы избежим этого риска полностью но вот создать гарантийный фонд из скажем так и участники рынка которые готовы участвовать в этом фонде и нести солидарную ответственность друг за друга как раз может решить эту ситуацию комплексно вы знаете я помню как обсуждался вопрос при министре при сижнике министр аграрной политики и николай при сижнике с аграрным фондом я помню даже людей которые хотели очень сильно руководить этим аграрным фондом и все мы помним что на всех государственных элеваторах ежегодно обнаруживалась утрата там 100 200 тысяч тонн зерна даже на элеваторе емкостью хранения в 40 тысяч тонн можно было украсть такое количество зерна и конечно же аграрный фонд был настроен на то чтобы все сбросились и погасили долги именно вот этого конкретного как правило государственного предприятия которое так проторговалась к сожалению не смогло отменеджерить поэтому мы были яркими противниками создания такого гарантийного фонда потому как почему другие элеваторы должны отвечать за обязательства третьих лиц вот элеваторы скажем западных компаний которые запросто могут сами предоставлять гарантии любого характера почему они должны участвовать не вроде как не должны участвовать скажите вот как вы видите формирование гарантийного фонда в украине наверное я немного но как бы не полностью сказал под гарантийный фондом который мы как бы рассматривали предлагали это организация которая на добровольных началах не так как вот объединение государственных элеваторов с частными элеваторами нет это организация на уровне ассоциации которая гарантирует за каждого вступившего в него члена то что они его как бы верифицировали и рекомендует рынку мы сейчас говорим об этом подобные вещи существуют в аудиторских компаниях подобные вещи существуют сейчас в ассоциациях энергоаудиторов это в эту ассоциацию можно вступить если ты соответствующий определенным критериям они по умолчанию туда включаются все кто каким-то образом хочет вот таким образом и тогда из частных элеваторов и частных комплексов можно создать достаточно хорошую систему как мы вышли из этой ситуации вот что что мы поменяли в своих подходах кредитования мы сейчас финансируем не под будущий урожай а больше под собственника и под элеваторные мощности вот вот такой коллаборации то есть и это более серьезно и второй момент мы достаточно пристально проверю а проверяем репутацию собственника и у нас связи с этим появились достаточно много отказов любая негативная информация из прошлого очень катастрофически влияет на нашу политику и на возможность финансировать то есть если мы не знаем собственника если структура собственности непонятно по этим как раз момента мы многим компаниям отказываем с которыми даже раньше работали вот где-то такая концепция ну сможет ли она как бы внести коррективы в этот рынок не знаю ну такие предложения могли бы быть хорошо спасибо большое я хотел задать вопрос к представителю компании государственные дарш реестры вот мы все имеем возможности подключиться к дарш реестром и мы видим там исключительно то зерно которое принадлежит нашей компании который мы купили скажем и мы владельцы этого зерна но мы к сожалению не видим сколько общее количество зерна хранится на элеваторе таким образом нанимая серверскую компанию или высылая менеджер или службу безопасности для проверки объема на элеваторе мы к сожалению не можем проверить а если в принципе такой объем на элеваторе мы купили 3000 тонн нам приезжают открывают склад говорят тут ваши 3000 тонн завтра приедет следующей компании опять покажу 3000 тонн таким образом как было на элеваторах агро инвеста объем был продан по несколько раз претензии по элеваторам получилось в общем объеме покажут там по 50 по 60 тысяч а общая емкость которая хранилась там по 5 12 тысяч и которые остались скажите пожалуйста мы обращались с письмом господину лапе обращались дарш реестром для того чтобы открыть нам больше информации чтобы мы видели хотя бы не в разрезе компании а вот по элеватором сколько в принципе хранится зерна для того чтобы понимать общую цифру по хранению скажите это возможно если нет то почему запитание доброго дня всем теперь по сути запитание скажем так техничные можливости для надания такой информации я говорится что в лютому на нашей зустрече вон и ей мы можем надавать такую информацию а вот это будет информация скажем так так відповедно до той информации которую нам дают элеватори за достоверность цей информации мы не несемо никакой ответственности потому что мы не маем никакой возможности проверять правдивость той информации которую нам дают элеватори это первое чему на сегодня вы не можете отримать такую информацию справа лише в нормативных документах которые визначают порядок переставания реестра после нашей зустречею в сечне вернее в лютому месяце был подготовленный проект наказу министерство який вносил изменения до 374 наказа я регламентрует порядок ведения реестра який предбачает проект наказа предбачает как раз доступ до той информации при которой шла дико шумова но на жаль вы знаете наши скажем так порядок прохождение изменения до нормативных документов что на сегодня скажем так практически уже был на выходе этой изменения по до 374 наказа но в связи с реорганизацией урядового структура в МНПК уже нет ну вернее воно еще формально есть но фактически нет поэтому сейчас снова таки этот наказ который позволит нам дать вам эту информацию будет запускаться уже от имени Министерства экономики торговли и среднего господарства то есть он готовый он скажем так я так прошел органы центральной виконавчей влады там есть свои заважения там Минфина были регуляторные политики они врахованы и сейчас она будет перезапускаться уже имени нового министерства как только выйдет эта ремонт мы в принципе тут же готовы надавать эту послугу технично это реализуется хорошо скажите пожалуйста вот если сравнивать старый элеватор новый элеватор вы как в учете по складским квитанциям вы чувствуете какую-то разницу или нету никакой разницы скажем так инспекцию когда инспекторы минимум два раза в месяц заходили на элеватор и заверяли те данные которые они дают до реестру с теми данными которые по внутреннему бухгалтерскому облику на жаль на сегодня вы уже это говорили на сегодня практически не имеет никакого контроля ни государственного ни государственного за тою информацией которую нам надают элеваторы поэтому скажем так все новые элеваторы которые будут но в принципе увеличивается до 1000 элеваторов это те которые подключены у нас до реестру и наверное было бы чтобы с большим количеством элеваторов на зерно практика регистрации на зерно показывает что цифра практически одна и та же она десь вливается в 550 до 580 тысяч документов которые регистрируются каждый год это детально говорит что не на все зерно выписывается складские документы на зерно не совсем ну скажем так не не выполняются все тие вимоги которые прописаны скажем в том же 118 наказе згідно про обе складские документы на зерно и 374 наказа но на жаль на сегодня немае жодного органа который мог бы контролировать этот процесс достоверность информации в нашем реестре скажем когда раньше в тих раках десь было ну скажем на ревне 90-95% то на сегодня я не могу даже оценочно сказать насколько эта информация такая проблема да спасибо я думаю что в основном новые элеваторы строят собственники под себя они используют их как склады для хранения поэтому они особо не используют в обороте складские документы, поэтому, скажем, я знаю, многие компании, которые строят, они не пускают третьих лиц для хранения, соответственно, им не сильно нужны эти складские документы в их собственном документообороте. Есть маленькая поправка, но, знову ж таки, если этот элеватор збудований для властных потреб и не подключен до нашего реестра, то он мает право, так сказать, зберегать все свое зверно, не декларующий, не передающий информацию нашего реестра. Но если он подключается до нашего реестра, то он декларует свое желание дать послуги по збереганию зерна, зарабатывая на этом деньги, и тогда, сгідно с 198-го наказом, там есть норма, сгідно которой он обязан вписывать складские документы и на властное зерно, которое зберегается. Знову ж таки, наскільки ця норма виконується, я зараз сказать не можу, вернее, я можу сказати, що вона дуже часто не виконується. Ясно, спасибо большое. Ну, я думаю, что, если так финализировать вопрос, который тревожит весь рынок, то можно сказать, что решение лежит в плоскости государственного регулирования, учета документов и учета способов хранения зерна на элеваторах. Если Министерство розвитку экономики и аграрной политики, як воно там зараз зветься, оно дойдет до решения такого текущего вопроса, то это улучшит работу и со страховыми компаниями в том числе. Я, например, знаю, что у одной из страховых компаний сейчас лежит около 50 дел по агроинвесту и они даже согласны были бы выплатить пару компаний, где вообще бесспорно компании хранили зерно на их элеваторах, они не покупали у агроинвеста и должны покрыться страховкой, но компания не хочет страховая платить, потому что это как снежный ком вызовет страховые платежи по всем остальным компаниям. Поэтому страховые компании отказываются платить. Я знаю, уже некоторые международные компании подали в суды на страховые компании для получения такой компенсации. Мы, как Украинская зерновая ассоциация, тоже продолжим работу над этим и я думаю, что мы найдем какой-то способ решения, каким образом бороться превентивными мерами с мошенничеством, потому как я смотрю даже статья за мошенничество недавно в парламенте у нас декриминализована, поэтому я так думаю, что мы увидим Виталия Кучеренко, который скажет, что это вообще не я. Да, он уже говорит о том, что он даже не учредитель и вообще не менеджер, хоть он и был вовлечен в процесс, опубликовал открытое письмо на латифундисте о том, что весь он бедный такой. Хотелось бы не допускать таких действий в будущем. Это очень сильно подрывает доверие к нашему зерновому рынку. Стоит один раз подрывать доверие и нам будет достаточно сложно с этим разобраться. Но я хотел все-таки перейти к основной теме нашего сегодняшнего, нашей конференции, наших дебатов. Как же нам нужно и на что нам нужно обращать внимание по элеваторам. Поэтому я хотел бы поговорить по поводу последнего слайда компании «Вариант Агрострой». Если можно, выведите нам последний слайд компании «Вариант Агрострой», где мы говорили о прибыльности и инвестициях по этому элеватору. И хотел бы более детально услышать, что же… Сергей, если можно, то ты бы нам помог, может, ты бы был нашими руками возле доски для того, чтобы мы могли каким-то образом рисовать и показывать, какой же элеватор все-таки более выгоден и насколько, и почему. Потому как приобретение старого элеватора – это, конечно, совсем другие затраты. Сейчас можно купить элеватор на 100 тысяч тонн, скажем, за 3-4 миллиона долларов. За 7 миллионов это будет такой фешенебельный элеватор старого масштаба. Вместе с тем построить элеватор будет стоить 200-250 долларов за тонну хранения. То есть это цифры абсолютно разного порядка. Я хотел спросить, Алексей, как вы видите, почему именно новый элеватор? Какие есть аргументы для использования нового элеватора по сравнению со старым элеватором? Однозначно нужно сказать о технологичности. И сегодня здесь есть Игорь Проценко, Сергей Щербань. Это как раз те люди, которые эксплуатируют непосредственно. И эти вопросы, я хотел бы, чтобы они все-таки более подробно и более детально рассказали. Но насколько я знаю, это наши партнеры. Астарта 4 элеватора суммарно, 380 тысяч тонн хранения, которые мы поставили. Основное наше оборудование там находится. Игорь Анатольевич, наверное, у вас даже цифры были меньше, чем 200-250. Насколько я помню, там где-то в пределах 170 долларов было на одну тонну хранения. Но то, что позволяют такие компании делать на этих элеваторах, в принципе, это работа одновременно с 6-7 маршрутов. То есть, соответственно, 6-7 культур, которые непосредственно могут проходить в различных технологических операциях. То есть, две культуры можно принимать, две культуры одновременно отгружать, две культуры можно сушить и так далее. Это, наверное, самое основное преимущество, которое есть у новых элеваторов по отношению к старым ХПП, которые, ну, они уже, то есть, морально уже устаревшие. Это раз. Второе, нужно все-таки смотреть на эксплуатационные затраты. И мне очень понравилось, как Сережа Щербань сказал такую фразу, генерация дополнительного дохода. То, что нельзя сделать на старых ХПП, то, что нельзя сделать в таких старых условиях прошлого века, да, скажем так. Вот, поэтому, если вы не против, я передам слово Сергею Щербаню, он расскажет по эксплуатационным затратам. А потом хотел бы, чтобы подключился Игорь Анатольевич Порценко и рассказал о тех технологиях, которые используют у них непосредственно в предприятии. Также есть у нас еще Иван Петрович Кунь, это и собственник, и генеральный директор именно проектной организации. То есть, те вещи, которые сейчас уже позволяют делать проектные организации, это все-таки на два шага уже вперед, да, ушло. Спасибо большое. Хорошо, я согласен, давайте передаем слово. Добрый день еще раз. Спасибо. Маленькую ремарочку по поводу предыдущего вашего выступления, что касательно, вы наблюдаете в общих реестрах рост предприятий, но не видите динамики под поднятия общего объема. Все очень просто сейчас, по моему мнению, причем в разрезе всей Украины в основном, кроме там западной мы видели, что там с элеваторными мощностями пока туговато, но я думаю, вы поможете. И наблюдается тенденция дублирования элеваторной мощности. Вот жесткое дублирование. Полтавская область вообще в этом сегменте очень красноречивая. Наблюдается, рядом стоит ХПП, о котором мы сегодня говорим, забор единый, и за забором современный силосный элеватор. Два разных собственника. Этот объем уходит с этого предприятия на новое предприятие. А почему? Потому что он же является владельцем основного куска земли, который огибает этот ХПП. И, ну, ХПП, как правило, принадлежит холдингам, если так глубже уже разобраться. И такой вот наблюдается динамик. Ну, это по моему мнению. Теперь, что касательно старого или нового элеватора. Да, я больше как бы инженер, да, инженерной части. Конечно, я разделился до этого вопроса. Мы вот встречались, когда с Алексеем обсуждали, мы долго обсуждали, и не один раз вообще с этой компанией, с вариантом мы говорим об этом очень часто. И всегда мы делим, в частности, с нами, когда мы беседуем, мы делим на две части. Есть инженерная составляющая, о которой, я думаю, Игорь очень хорошо раскроет этот вопрос. И есть тот вопрос, который касается непосредственно собственника, инвестора, не директора предприятия, а собственника и инвестора. Как эти цифры работают? Так вот, мы задались от этой цифры, с Алексеем встретились, какая же цифра эксплуатации, мы ее назвали эксплуатационные расходы по предприятию на тонну принятого зерна. Очень важно понимать, не паспортные данные предприятия, там 50 тысяч, их считаем на 50 тысяч. Мы его смотрим в разрезе плана заготовки. 50 тысяч – это не предел. Естественно, есть коэффициент оборачиваемости. Если 50 тысяч, не сказать, это 75 тысяч, у него норма стоит на оборачиваемость. Но если элеватор ориентированный на заработок, если он не вертикально интеграли, как я говорил изначально в бизнесе, если он собственник, он собрал, он сохранил, вряд ли он даст местным аграриям, даст завести себе объем на предприятие, сохранит свое с единым коэффициентом оборачиваемости. Мы говорим о коммерческом элеваторе, о тех цифрах, что получается. Мы взяли несухие расчеты, мы поговорили с собственниками Полтавской, Харьковской, Черниговской, Житомирской. Взяли разрез по Украине в центральной части. Юг отличается от севера, там совсем другие цифры будут, а вот взяли посрединочки. 15 предприятий опросили. Безусловно, это все коммерческая тайна, мы не будем говорить о их бюджетах, мы не будем говорить о их четкой доходности, их заготовке. Мы взяли их план заготовки, то, что они сделали по факту, и какие у них получились цифры в бюджетных расходе на 1% хранения. Взяли от 50 тысяч тонн элеватор, от 50 до 100 тысяч, он более стабильный, как показала практика общения, до 50 тысяч у них очень сильно цифры разбегались. Обычно 20-30 тысяч тонн хранения элеватор, 40, это действительно в одних руках, это собственник здесь обрабатывает земли, у него абсолютно другие цифры, они вообще никак не могут даже с соседним предприятием сравниться, хотя в одном регионе. Но взяли от 50 до 100, они больше ориентированы на оборачиваемость. Так вот, мы вывели такую цифру, что на одну тонну процентов, на одну тонну, это было важно здесь, на одну тонну обрабатыванного принятого зерна, то есть приняли, просушили, отгрузили, мы получили 14 долларов в среднем. У кого-то получалось 10-12, у кого-то 16-18. И еще раз, еще хочу подчеркнуть, мы говорим о элеваторе, который не на износ работает, и работает на, если мы говорим о ХПП, 14 долларов, это тот, который работает динамично, по мере возможности проводит ремонты, не развалюха там, решета полная, которую вообще функции никакие не выполняют, ни на веревочках, ни на шнурках, а нормальная хозяйственная деятельность проводится. И взяли мы современные элеваторы. Современные элеваторы, мы в том числе тоже поучаствовали в этом расчете цифры, получили усредненно 7 долларов на расход на тону принятого обработанного зерна. Начали глубже копать, а где же начинается разрыв между старыми, или почему такая разница в два раза. Где же такой же разрыв пошел? Давайте обсуждать статьи бюджетирования предприятия и такие несколько сетей, которые резко с контекста. Есть постоянные расходы, налог на землю, еще там ряд определенных расходов, они по сути тоже были одинаковые по предприятию. Кстати, старое предприятие здорово налог по землю даже разорвал, они площадь больше занимают. Стотысячник стоит на двух гектарах, а ХПП на 40-50 тысяч, у него там 15, 18, 20 гектаров. Вот вам уже пошел, это уже как минимум разрыв. Но не в этом было. Были по статьям главного инженера, это собственно ремонтные работы, содержание зданий и сооружений, там просто колоссальные цифры. Это бесконечная утопия, так это же не капитальный ремонт у них, у них просто поддержание в своей функции выполнялось. Это подшипники, ленты транспортерные, кровля, кровля на склад, сейчас полмиллиона гривен стоит, а это на 3000 тонн хранения размазывается, и пошел достаточно серьезный разрыв. Ну я думаю, всем предельно понятно, когда ХПП старое, это и полы каждый год надо переделывать, фумигация там зашкаливает вечно, там с жуками борись, не борись, фумигацию провели в пустом складе, за сметки делать, опять жук сидит, опять жук сидит. Потом проезжие части и далее, далее, далее. Потом второй разрыв пошел по фонду заработной платы. Причем не в размере на одного человека зарплата, а на современных элеваторах, как правило, в полтора, в два раза превышала ставка фактическая зарплата, чем на более устаревшем ХПП. По количеству людей, в два раза, я там вот даже указал, я на тону привязался обрабатанного зерна, в два раза количество людей постоянных находятся на предприятии, по отношению к современному элеваторе. Здесь аргументация крайне вообще простая и легкая. Чтобы трехтысячник склад выгрузить, даже если он механизированный, туда необходимо загнать передвижную механизацию, это минимум два человека, плюс обслуживают линию, еще набираем один-два человека. Это мы еще до вагонов не дошли. Там еще и в вагонах начинается один-два человека, и мы набираем в смену, там, когда на современном элеваторе, это шесть, не знаю, сколько у вас сейчас, но у нас шесть человек на стотысячники в смену, то там от 12 начинается. И поверьте, каждый занят. В той длиной мере заняты. А если это еще без механизации, мы еще добавляем нагрузку транспортного цеха. Газончики, трактора, это то, что с складов напольного хранения вывозит этот весь объем. О каком маршруте, мы здесь и речи вообще не можем идти. Это вот там уже последнюю графу, вот там дегенерация, дополнительные прибыли. Когда напольные склады, ну, ХПП с напольными складами, и мы видим, у него перемещается на предприятии зерновая масса, готовится, формируется партия отгрузочная, весь двор в пшенице, входные ворота в пшенице. Ну, что они там потребуют? Все в грязи сидит. Так это еще мы, еще даже не получили, я дальше вам расскажу, в потерь и тому подобное, в генерации дополнительной прибыли. Вот такие вот мы получили сразу же разрывы между старым и новым предприятием. Это на тонну процентов. Значит, по электроэффикации. Газ мы или топливо для сушки, мы не брали вообще. Цифры, они даже на новом, на старом предприятии, даже иногда были лучше, чем на новом. Уже давным-давно у многих, у многих стоят достаточно современные сушилки на ХПП. Это не совсем корректное было сравнение. Отвели в сторону, а привели в сторону, что расходы электроэнергии. Так вот, элеватор, потребляя, это четко, 12 кВт на одну тонну обрабатываемого зерна, то есть это не просто приемка, это приемка, полный его цикл, до выхода с предприятия, это и освежение мероприятия по зерну. Это все у нас нагрузка плюс-минус 12 кВт. На современных это 7 кВт. Банально взяли разрез, вот заготовку, они ушли на кукурузу. Я еще раз перед конференцией перезвонил, а ну же посмотрите мне на сутки, сделайте на вашем предприятии, на современном, на 100-тысячнике зарядили. Работают две сушилки, предприятие принимает по кукурузе современно, 3,5 тысячи тонн кукурузы, обрабатывают, сушат, две сушилки, все силоса заняты, идет вентилитие, более подсолнухом заняты, идет постоянное вентилирование, идет отгрузка, предприятие 3,5 тысячи принимает, они еле-еле насобирали 500 кВт в час потребляемость. Перезвоню на ХПП, что вышло? Для начала, сколько принял? 1200, хвалится директор. Расколько взял? Да вот с РЭСа приехали, у меня ограничение 400, я уже зашкалил, там 450, все уже вырубает меня. То есть вы поняли, в 2-3 раза у него больше идет расхода. А почему? Да все же очень просто. У него, чтобы до сушилки довести, от сушилки, у него километры этих расстояний, энергоемкого оборудования, там мы дальше говорим, Игорь, больше я думаю раскроет этот вопрос, энергоемкость, там это, какие электродвигателя стоят, какие сами сушилки, плюс склад трехтысячник, он черно куда его отправил, потом вернул, ну там целые операции происходят. Причем зачастую они напольники используют, как накопительные, там порча зерна идет, они только воронки центральные забирают. Вот вам по киловаттам по электроэнергии. То же самое, естественно, по отгрузке на вагонов, киловатты там здорово шлепаются. Вот смотрите, 40 минимум, 80 минут идет погрузка ХПП вагона, а это опять-таки очень длинная цепочка этим задействована. То ли это будет 10-15 минут на современном элеваторе, где мы выпустили силусов и пошли уже транспортировать зерно хорошим валом, оборудование тоже там 150 тонн, 175 тонн, но оно прет, оно реально идет, а не так, 100 тонн нори, а по факту 20-30 еле выдает. Следующий показатель, по нагрузке на человека на оборачиваемый тонн, мы поняли, что смена в определенный прием и отгружает, там 12 человек в смене задействовано, здесь 6. Причем в современных элеваторах еще из них являются части, это временные, это весовщицы, как правило, и дополнительные девчонки в лаборатории, пробоотборщицы. Дальше идет, а, корректировать качество. Вот это, что говорил Алексей. Напольный склад, ну правда, ну вот все элеваторщики, вы же знаете, на приемке, и вечно вот эта борьба, и с посторонним поклаждателем, заждатель, да я за одного поля, як у меня влажность разная на всех машинах, подряд заходят, классность разная, бывает, у нас заходил до трех классов разных абсолютно, второй, третий период и четкий фураж, я был уверен, что не мешает где-то или с другого поля тащит, поехал сам посторонним, точно грузится на этом поле, и влажность здорово у них скакала. И такая же закладка происходит в склад напольного хранения, на Гуаре сформировали, маршрут набрали, на склад шлепают, никто там вообще, кто там будет передвигать, а тем более переставлять между складами, складами, между склад, склад, перекидки делать. И скорость обработки этого качества, очень важно еще, кстати, лаборатория, ну лаборатория, правда сказать, может и на старом ХПП, достаточно иметь там и спектранты, да, этот субнир, чтобы определять за 30 секунд, за минуту, как мы, допустим, это делаем, класс пшеницы по ряду показателей, мы уже сразу понимаем, куда мы направляем и как что будем формировать. Так вот, заложить, как для меня директор, мой, кстати, учитель сказал, хорошо, ты молодец, заготовил, а вот теперь бы его выгрузить. Директор котируется, как он выгрузился, на принимал, как выгружается. Так вот, пшеницу, в частности, вот это и генерация, дополнительные прибыли. Мы, например, у нас по 12 тысяч тонн каждая банка. Мы, вот честно скажу, если это на скорость влияет, на скорость приемки, мы особо, ну не обращаем внимания между вторым, третьим совмещением и четвертым, и третьим классом. Для нас это абсолютно не зазорно, если они посыпятся все в одну банку. Почему? Потому что при нашей скорости отгрузки 10-15 минут на современном элеваторе, это любой 100 тысячник, любой 60-50 тысячник, только новый, выгружая силу сов, определяя в онлайне постоянно это качество, мониторе, не подходит по белку, ну имеется в виду, если мы третий класс по белку, по кликовине не подходит, в сторону, на другой, хоппер отгружаешь, ты это очень быстро делаешь, у тебя оборудование работает, 100-120 тонн оборачиваемости в минуту, а в нашем случае у нас 240, ой, в час, 240 тонн оборачиваемости в минуту, это по современному оборудованию. То есть мы отводим, потом опять, как на мельнице, мы вот ехали с руководителем одного из предприятий, он как раз на мельнице работает, как формирование помольной партии, все тоже примерно то же самое. Добавляешь тому белка, отнимаешь, добавляешь, отнимаешь, ты сформировал себе, что происходит в напольном складе. В жизни не поверю, что можно намешать нормально, качественно, в напольном, зайдя в КШП, а главное, кто исполняет эту работу, которая у него в 5 часов, все, у него уже шабаш, у него в полпятого она уже должна уйти с этого КШП, и какой там помольная партия, какой там класс, здесь даже речи тут не может, возможно, но сложно, крайне сложно. Идем дальше, по показателю, ну по очистке, ну здесь, это как можно сравнивать и с Нори современной, с транспортером современным, действительно, современные машины стоят. Очень важно, чтобы современная машина, это вот уже в экономику и в киловатты входит, когда слабо очистительные машины, а при этом ее обслуживают, подает на нее зерно и убирает, если мы вообще по подсолнуху говорим, по сепарации, подает и отбирает по 10 там тонн, сепаратор БСХ, столько там подсолнуха, 10-12, максимум 15-20 тонн, может час обработать, при этом все оборудование движется, которое должно работать на 100 тонн. И это все накладывается на себестоимость, на расход электроэнергии, человека, часы, постоянные расходы, ежедневные предприятия, накладываются на эту деятельность. Значит, по сепараторам так, и по поводу возможности генерации прибыли. Вот в целом, по разным культурам, по пшенице предельно все понятно, это мы генерируем из меньшего, более слабого класса пшеницы, мы формируем усредненное, допустим, третий класс, почему? Потому что, допустим, пшеница по третий класс приходит с белком 12, вот не дотягивает она до второго класса, но уже перетягивает третий, фураж, четвертый класс. Ну и фураж приходит 10, даже 10,5, четвертого класса, 10,5. Просто формируя по партии, мы добавляем те 0,5 разницы белка определенными порциями, и мы формируем объем общий с третий класс, смешивание партии, блейдинг, как называют его сейчас. По подсолнуху, то, что практически, пожалуй, невозможно сделать на старом элеваторе, особенно согового типа. У согового типа невозможно сравнять с современным силосом, согового типа, безусловно, есть свое преимущество. Это где-то 150-160 тонн в каждой саге, и горох может директор принять, все, что хочешь. Но он вынужден при любом согревании, у него тоже термометрия находится, также и на польном складе, при любом очаге он вынужден двигать, называется освежение. Особенно это когда зима, отправляем на сушку, промораживаем, особенно в ночное время, да, суток этот, и возвращаем назад. Энергоевкость колоссальная, это просто, это зашкаливает. А вот здесь срабатывают два момента. Силоси в современном, какое бы, мы подсолнух даже 18 влажной сложили, 14 клали максимально, и путем вентилирования, вообще не трогая его, мы его досушили. Да, постоянно, у нас постоянно находились вентиляторы в работе, потом больше градация, уменьшали, уменьшали их работу. В морозные ночи мы точно так это использовали, но мы самое главное не двигали этот подсолнух. Мы подсчитали, мы более трех лет этот расчет ввели, у нас очень много подсолнуха, 40 тысяч тонн, и подвели любое, каждое движение подсолнуха от трех до семи долларов потери. Где? Это межзерновое трение. Оно постоянно в норе доламывается, обрушивается, и это все мы потом, мы заложили один силос полностью в базисе. В расчете, грузим машины, приедут вагон, мы маршрут грузим подсолнечника. Приедут, быстренько скинем. Начинаем грузить, у нас 0,5 единица добавленная, ну, ссор в подсолнухе. Да откуда она берется? Мы просто проанализировали, а что взялось? Это аспирация, начали наши, газончик начал ездить. Что возить? Отходы. Какие? Аспирационные. И аспирационные, и обрушивание, когда идет, для нас самое страшное, для леваторщиков, особенно в подсолнухе, это проход. Проход один к одному считается. Это если минеральная примесь, она по коэффициенту пересчитывается, тогда для нас проход самый страшный. Так вот прохода больше генерируется путем даже повреждения или обламывания вот этой минеральной примесь, она все уходит в проход. И совсем другая формула. Нам крайне такая была невыгодная. Мы приняли для себя решение, ни в коем случае, что бы ни происходило, понятно, что в чрезвычайной ситуации, не трогать подсолнух, не перемещать его ни на саму, ни на себя, не охлаждать через сушилки. Но это благодаря почему? Мощному, хорошему оборудованию, то, которое может вентилировать и позволяет продувать межзерновое пространство. Достаточно серьезно справляться с этой задачей. И также по генерации в кукурузе, особенно в силуса. Напольники по кукурузе, честно, выиграют. Ну правда, не выиграют. Низкая высота, сразу ты кладешь. Ну, если мы говорим об оборачиваемости предприятия, ну, трехтысячный склад по кукурузе выгрузить и загрузить, ну, это достаточно долгое время проходит. И самое главное, мы все ориентируемся по маршрутизации, на маршрутизацию, хотя бы, давайте не на маршрутизацию, на повышение скорости погрузки железнодорожных вагонов. Ну, когда 4 часа грузится с напольного склада кукуруза, да, опять-таки проходит, мы выиграли в напольном складе, сохранение не разбили, но отправили на 100-тонную линию, которая 4 часа грузит, это 25 тонн, да, у нас выходит производительность этой линии. Что там с той кукурузой с скоростями оборачиваемости ковшей, а вот мы говорим о современном оборудовании, где там и ковши уже как лезвие, скоростя не соблюдается, кривое все. Вот такие вот потери, вот это дополнительно там сечка, да, формирование, это все мы считаем в современном элеваторе после запятой цифры в потерях, после запятой. Если на ХПП приходишь, у него та, что я в норму, там влез 0,5 там потерь, у меня все вопросов никаких нет, там единица, там до 3% вообще руководители не беспокоят, практически ничего. Дух мы считаем на современном элеваторе после запятой все наши потери, и где их можно максимально от них отлучиться, оторваться. Ну вот как бы в этих вот вопросах, я там дальше по конференции добавлю еще по генерации дополнительной прибыли, есть еще два момента, но я думаю будет в контексте уже, чтобы дать другим коллегам выговориться. Спасибо большое, я так понимаю, основные пункты я для себя записывал, это аренда земли, поддержание элеватора в работоспособном состоянии, то есть там крышу перекрыть, это достаточно дорого, и все, зарплата, зарплата, действительно, я согласен, новое технологичное оборудование, не требует столько людей, более того, я учился в университете в США и был на практике и на спиртзаводах, и на элеваторах в США, так вот на элеваторе в 100 тысяч тонн США два человека в штате постоянных работников, директор и главный лаборант, и больше никого нету. Водитель заезжает, он сам заезжает на весы, они с ним и разговаривают, и показывают вот такими цифрами, какой вес на этом элеваторе, если он не согласен, он тут же может это спорить и с элеватором, автоматический пробоотборник сразу перемещает в лабораторию, и начальник лаборатории только берет и подставляет целлофановые пакеты, куда высыпается, после проверки качества это зерно и отдельно относит в комнату. При этом эта машина по определению качества, она подключена к компьютеру, сканер номера автомобиля определяет, какого фермера автомобиль, и компьютер автоматически отправляет анализы качества фермеру, который сидит там на расстоянии в 50-70 километров, и он в момент выгрузки, вернее, в момент тарования своей машины, он видит уже какой-то наш и какого результата у него анализ. При этом специальные машины подъезжают на выгрузку, у них нет вот этих опрокидывателей, как у нас. Водитель выходит, открывает люк маховиком, как у нас вагоны, открываются зерновозы, у него отодвигается планка, и все это зерно высыпается вниз. Он точно так же закручивает это все и выезжает за территорию. Во время погрузки вагонов, вагоны на некоторых элеваторах даже не останавливаются. У них опускаются вот эти трубы на погрузку, и вагоны потихоньку тянет тепловоз со скоростью где-то там полкилометра, километр в час, они автоматически до конца люка, когда доходят, поднимаются, в следующий люк вставляются, и точно так же так грузятся, и это все происходит на ходу. Поэтому я тогда первый раз увидел такие аппараты, это было там 17-18 лет назад, которые автоматически определяли качество зерна, и они стоили по 27-30 тысяч долларов. Я говорил, там у нас за такие деньги можно нанять армию людей, которые будут вручную определять способы, но оказалось, что эти люди, они не только определяют качество, но они могут и договариваться за качество, что существенно вносит коррективы к собственнику в окупаемость его бизнеса. Значит, по электроэнергии я понял, 7 к 12 отношения, это киловатт в час, контроль за формированием качества, то есть с поля, когда ты завозишь, ты гораздо эффективнее контролируешь на более таком элеваторе, и дополнительные возможности, которые есть, например, сушка и подсолнечника, где его просто запустили, вентилировали, конечно же, потеря при цене подсолнечника в 10 тысяч гривен за тонну, то каждый процент, 0,5 процента, это уже существенно, это уже практически 2 доллара, ты просто в никуда, если ты процент теряешь, ты уже 4 доллара теряешь, это достаточно серьезно. Хорошо, спасибо большое. Я хотел бы продолжить эту тему и передать слово нашему следующему эксперту. Спасибо. Я единственное, хотел бы немножко лаверды по оценке работы американских элеваторов и численности персонала сказать, так как тоже немножко знаком с этой темой, это проблема, поверьте коллеги, не техническая. В Соединенных Штатах существуют и напольные склады, и селкорпуса, и новые металлические хранилища. И поверьте, по уровню автоматизации американский элеватор очень сильно уступает нашим современным элеваторам. Это проблема прежде всего ментальности. Ментальность там заключается в том, что собственник сидит на элеваторе, это семейный бизнес, и поэтому действительно численность она не укладывается у нас в головах. Я, конечно, видел большие штаты на элеваторах, я был на одном элеваторе, очень крупном, там работало восемь человек. И когда я упрекнул собственника, что он раздул штат, ему стало стыдно. Ни одному нашему директору, поверьте, в Украине по этому поводу никогда не бывает стыдно, и ни один директор еще не покраснел по поводу раздутого штата. Там, где реально работало восемь человек, и первое, что он мне сказал, кажется, это одна семья. А вот то, каже, хлопец, здоровый таки пішов, вот то, каже, найманец. Я подивился на три дочки, які працювали на том элеваторе. Я зрозумів, що він не просто так найманец. Уже хлопця пригляділи. Сельская місцевість, добрые девчата. Другой он мне сказал, знаете, у нас два тепловоза, это на Идеанщине было. Мы, каже, всю округу обслуговываем цими тепловозами, теми людьми, які у него в штаті. Третя, каже, ми тут ще хімією торгуємо. Я дійсно побачив цистерни за м'яком і хімію. Це взагалі унікальний элеватор, може, єдиний в світі. Там всі п'ять типів зерносховищ, які, мабуть, є в природі. Вони всі представлені були на цьому элеваторі. Ну, і останнє ми мене добив, коли сказав, каже, в мене ще своє СТО, і вони там працюють. Тобто, це інша планета, і я пропоную цю планету в сьогоднішній дискусії оставити в спокій. Ну, дійсно, колеги, сьогодні ми зібралися, і тема у нас дуже цікава, це порівняння дійсно старих елеваторів, старих потужностей для зберігання зерна, не завжди мені і хочеться назвати їх елеваторами, сучасних технологій, які зайшли на наш ринок порівняно недавно, но я вам хочу сказати єдина. Цю дискусію було б дуже цікаво провести 10 років тому. На зараз та статистика, яку дав елеваторист, дуже цікаво, у нас уже, всі кажуть, іще, а я кажу, уже 40% сучасних зерносховищ, збудованих по сучасним або надсучасним технологіям. І це дуже великий прорив і зараз в темі цього заходу було таке, що Україні не вистачає міскості. Я би зараз більше зробив наголос не на нехватці міскості, а дуже, дуже стрімкому старинні тих саме старинні, навіть не технологічному, фізичному старинні тих основних засобів по зберіганню зерна олійних культур. Я вже кажу тільки слово продукція, тому що у зерна з олійними взагалі нема нічого спільного, крім того, що вони на полі ростуть. Але ми працюємо з усім. Мені сподобався виступ колеги з Петкуса, але єдине хочу сказати, наші елеватори цікавить тільки універсальне обладнання. Україна це така держава, де все росте. І у нас немає як в Петкуса, а у нас тільки під олійні, або тільки під зернові, або у них ще будемо різницю між кукурудзою і пшеницею проводити. Так, специфіка є, її треба враховувати. Але сьогодні підприємство будує елеватор, воно закладає певні культури, затово воно бачить, ріпак, або іще якусь цукрове сорго, або гірчицю. І ми повинні бути до цього готові. Ну, трошки, невеличкий екскурс в історію. Елеваторна галузь, вона дуже молода. Дуже молода. Так, шумери придумали напольний склад п'ять тисяч років тому, але елеватор придуманий зовсім недавно. Три чудака в Буфало в 1845 році придумали цю технологію. Вона зовсім молода. Якщо казати про рідні терени, ну, в нас все грустно. У нас ще 16 років був рабовласницький сприйн. Ми ще людьми торгували. А у людей вже шла дуже стрімка забудова нових сучасних технологій. Ми торгували людьми 16 років. Більше того скажу. В Україні до 17-го року не був побудований не один елеватор. Виключення Одеса, Миколаїв, портові, невеличкі, дуже скромні. Таке саме було в Білорусі і Прибалтики, Фінляндії, Польщі. Заборона. Ну, я маю ту пощу, яка була окупована. Знаєте, ким? Заборона. Елеватори будувались тільки в Великорусі. Тільки, виключно. Тільки в Великорусі. Це про розвиток нашої галузі. Ну, а то, що вони набудували в Великорусі, було менше, чим в Канзасі або в Небрасі. Я беру тільки один штат. Або в Іліної. Менше. Хатя було побудовано там біля ста підприємств. Що встигли. В Радянському Союзі були всі типи хранилищ, які і на Захарі. Єдине, що їх відрізняло, ну, крім, може, великих бетонних банок, ну, великого діаміту. Єдине, що їх відрізняло, провальна якість цих будівель споруд. Технологічна недосконалість це само собою, але я просто хочу сказати про якість цих зельносховищ, які не витримували ніякої критики. Я це зрозумів ще в нульових, коли побачив Харківській області вже силосні корпуси, збудовані в 60-ті роки, які не підлягають відновленню. Вони вже все. Тобто, та якість согів, які були зібрані, вже пошла руйнація не між согових, швів, як ми їх називаємо, а почали руйнуватися самі зерносховища і відновити їх дорожче. Я, то, що не прозвучало мого колеги, зараз відновлення хоча б до нормального виробничого стану. Я не кажу про стандарти. Не кажу про стандарти. Протипожежні, екологічні, санітарні. То, що людина працює в зерноскладі, ну, для Радянського Союзу це була норма. Мамки ще наражають. На зараз, ну, дійсно, ці онкології, яка є в Україні, це смертники. Чорнобилю, хімії, яка у нас присутсує в зерні. Другим позитивним питання. Тому певний час ці підприємства ще будуть існувати. Вони і в Америці існують. Але це більше схоже, знаєте, куди люди по нужді ходять, вибачте. От коли вже елеватор повністю заповнений, строїли елеватори, і, можливо, вони були і залишаються не такими технологічними, як в капіталістическом строї, але в советському строї найважливіше було задійсувати людей. Так. Забезпечити 14-го року, 14-го року, 2-й 1954-го, Сталінський. Так от, Сталінський вже розрушився. Хоча він зроблений з монолітов, а той, що зроблений німцями, монолітний пояс, він стоїть як новий, це підсилісний поверх, а Ліствініця на горі у зразковому стані технології, я тільки подібне, що до обладнання, можете прочитати в елотарісті, є у Герояна, там, елеватор з 45-го року, щось подібне по якості обладнання. І технології підсилісного поверху, це взагалі взрив мозга, тому що оцього лєса самоточних труб там просто немає. Там три тілєжки з гібким самотеком. Це надсучасні технології для нас, це елеватори Госбанка, серія з 1882 по 1917. Скажіть, пожалуйста, а от по храненню на елеваторах, старий-новий елеватор, от в сравненні стоїм хранення, якщо можна, там в рази в абсолютних цифрах, як вивіться? Дивіться, чесно кажучи, мені складно як інженеру, як технологу порівнювати ці речі. Я повністю Сергію довіряю, але я хочу наголосити на інше. І в старих елеваторах є пробліски інженерного мислення. Є ряд елеваторів, які, це перш за все великі елеватори, які будувалися для довгострокового зберігання, лінійні елеватори, які збудовані дуже вдало. При цьому дуже непогано проведені реконструкції. Є такі елеватори в Каргілі, там, де дуже вдалі варіанти модернізації, і в Кернелі. Це то, що я бачив, і воно присутнє. І там економіка не така провальна. Є дуже невдало побудовані нові елеватори. Перш за все, я хотів би наголосити на колег, які довіряють певні питання західному інженірингу, і отримують дуже невдалі технологічні рішення, і тиражують їх. Я не можу на такому загалі на цьому про це не сказати. У нас дуже вдало пройшлися певні такі лапках вдалі рішення, особливо тут така компанія, як Агросоюз, вдало пройшлася, наліпили такого в Україні, що трошки страшнувато. Але там, де нова міськість збудована з певним інженерним мисленням і вдалими рішеннями, вона по-перше дійсно залишає у спокій зерно. Я вам скажу так, щоб на сучасному вдалому елеваторі, для того, щоб покласти зерно на зберігання, даже з підробкою, потрібно зробити тільки один підйом. Все. Для того, щоб вигрузити зерно і покласти його в автомобіль або в вагон, даже з підробкою, потрібно зробити тільки один підйом. Єдина операція, там, де потрібно два підйоми, це сушіння зерна. То, що прозвучало в колегі зараз, ну, елеватори нової генерації, вони опять-таки упираються в потужність наших залізничних станцій. Так, ми можемо вже грузити маршрути, але є певні елеватори, які можуть за добу вже грузити, я, вибачаю, свантажити два маршрути. Готова до цього залізниця? Не знаю. Чого ж не знаєте, всі знають, а ви не знаєте. Ні, ну, буде виступ, може, колеги скажуть, та ні, ми там п'ять маршрутів поставимо. Да. Тому по поводу будівництва нових сучасних елеваторів. Ну, я єдине хочу сказати, я це відслідковував і дуже цікавився цим питанням з моменту появи перших сучасних зерноцьховищ в Україні. Це, опять-таки, була компанія Агросоюз, яка збудувала ще в 2002-му, ТБТ був збудований теж, це на межі 2001-2002 рік, ми на ці сучасні елеватори дивились, як на якісь космічні кораблі, і не думав я, що за такий короткий період у нас не тільки 40% міскості України буде сучасним, у нас і вибудується нова, потужна, і я би даже сказав, дуже агресивна, машинобудівельна галузь, яка почне забезпечувати і рідні терени, і я думаю, не тільки, новим сучасним обладнанням. І скажімо так, до роботи в Астарті, ну, я дійсно будував елеватори переважно на імпортному обладнанні, завдяки цій компанії, і тому, що наші машинобудівники дуже якісно, суттєво підросли, а я вам скажу, ну, основний прорив почався у 2014 році. Саме у 2014 році пошло потужне витіснення імпортного обладнання сучасним і дуже досконалим вітчизняним. Дуже досконалим. Тому що дійсно до 2014 року це був період проб, ошибок і пошуків, але зараз даже незважаючи на те, що була знята пошліна, мито на ввіз силосного обладнання, мито там було 7% по-моєму, за силосне обладнання, вже зараз наші виробники вони дуже потужно конкурують і виходять на зовнішні ринки. І це не стосується тільки виробництва силосів, це і зерноочисне обладнання, ну єдине, що зерносушарки на сьогодні у нас може не такі досконаліщі. Я думаю, що це процес доробітки таких експертов, інженерів, як ви, і можливостей українського бізнесу, який привлекає експертов, тому я думаю, що ми справимося з таким технологічним проривом. Україна ракета запускала, а то ми не зможем сушилку построить, ну конечно же зможем. Я хотів би поговорити в сьогоднішній дискуссії ще на таку тему, як нові мільниці. Нові мільниці це тож дуже інтересний вопрос, тому як Україна все більше і більше вращиває пшеницю. На сьогоднішній сезоні, в даному сезоні ми вырастили більше 28 мільйонів тонн пшениці. Внутри ми потребляєм по разным оценкам от 3 до 5 мільйонів. Я смотрю, когда государственні чиновники хотят посчитати і себе обезопасити яким-то образом, вони кричать, що ми 5 потребляєм. Коли в реальності хтось встає і говорить, так потребляють всего лишь мільйон тонн хлеба. Якщо взяти умножити, якось це кількість муці, то сразу становиться понятно, що у нас і 3 мільйонів пшениці і продовольстві не превышає потреблений. Якщо ми как-то производили собственні розчёты Украинської зернової ассоціалии, то у нас получились не більше 3 мільйонів тонн продовольстві пшениці нам необходима для внутреннього потреблений. Таким образом, получается, що очень большую часть ми експортируємо. Но вместе с тем, нам бы очень хотелось есть такой вкусный хлеб, як во Франції, например. Зная технології производства, що у них пшеница более низкого качества, использується для производства муки, і в результаті у них хлеб получается более высокого качества. Я хотів задати вопрос Родіону Рыбчинському, котрий к нам присоединился, президент ассоціации Борошномелі в Україні. Як ви видите, при строительстві Борошномелі мукомольного предприятия, какие є плюсы, минусы і нове предприєтия против старого предприєтия? Добрый день, уважаємі дамі і господи. Спасибо, Николай, за вопрос. Можно я перед тем, як отвечу, добавлю проелеватори чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Дело в том, що я вже 20 років главний редактор журнала хранення і перероби зерна, і тему обелеваторах описуємо з 99-го года. І як раз вспомнили небезізвестний Агросоюз, а ми территоріально знаходимо в Днепре, то есть Агросоюз це вообще рідом. І правильно, когда елеватор первый построили металлический МФР Сьюорк Стормар на тот период, это действительно был космос, и сейчас одно время их налепили. Проблема заключалась всегда в том, что у нас на тот период я прекрасно знаю ту группу людей, которая занималась доведением их американского проекта до внедрения на украинской территории. у нас просто-напросто инженеров проектировщиков, которые бы работали с металлическими силосами, в Украине не было от слова вообще. Потому что был один вниз, проектная группа в Киеве и проектные группы в Харькове, в Днепре и в Одессе. Элеватор Пром. И все. И поэтому, когда мы говорим о том, что качественно элеваторы в Украине стали изменяться где-то к середине 2000-х годов, это в том числе и благодаря тому, что появились опытные проектировщики, которые смогли привязывать те проекты, которые делались иностранцами к нашей действительности. Подтянулось за это время машиностроение и в результате мы имеем то, что мы имеем сегодня. То есть на самом деле элеваторы прошли естественный путь развития и любая отрасль в Украине. И аналогично происходит из мукомольной отрасли в Украине, потому что на самом деле в Украине опять-таки не буду, меня честно говоря оскомину уже набивает, когда 28 лет независимости, а мы все время что-то вспоминаем, что было колысь. Будем говорить так, на начало 2000-х годов в Украине было более 2000 мельниц, но иногда это я даже точно вам скажу, в 2002-м было 274 или где-то так вот мельниц, которые слово иногда мельниц к ним и не присуще было, потому что это были мини-комплексы, которые настроили в 90-е годы, это были старые предприятия советского периода, которые строились тоже поэтапно, были те, которые строились до войны или после войны, и те, которые в 80-е годы на воспроизводимом оборудовании Бюллер, которое было несколько мельниц, вообще на бюллеровском оборудовании, а в основном это были проекты воспроизводимого оборудования, то есть были промышленные старые предприятия с загрузкой условно говоря 10-20%, и было огромное количество маленьких предприятий. И потом, когда развивался рынок, произошло изменение структуры, на сегодняшний день в Украине чуть более 500 мельниц, чуть более 500. Так вот, 70% муки вообще в Украине, которая производится, производится 30 предприятиями. Вот концентрация какая произошла. И это нормально, потому что в той же Германии, у которой население в два раза больше, чем у нас, у них всего лишь 100 мельниц. Просто 100. И этот процесс и у нас будет происходить, и уходят старые предприятия закрываются, а новые либо модернизируются, либо вообще с нуля запускаются. Вот за последние 4 года у нас введено в эксплуатацию более 12 новых мельничных комплексов. Не более, 12 есть мельничных комплексов. За последние два года суммарно инвестиции составили конечно по меркам допустим каких-то других отраслей это мизер 26 миллионов евро. Потому что мельница полноценная от 150 тонн в сутки переработки это плюс-минус 4,5 миллиона евро под ключ по кругу. Почему выгодно сегодня ставить новую мельницу, а не эксплуатировать старую. На самом деле нет такого случая честно говорю чтобы закрыли старую а тут построили новую. Нет. Либо вообще ставят дополнительную линию либо вообще люди приходят в этот бизнес со стороны и открывают новое производство. То есть такие чтобы закрыли как условно говоря ХПП можно остановить потому что на территории по площади ХПП можно 4 элеватора условно говоря построить разделить его на делянки и построить 4 элеватора. На мельнице такого нет. То есть либо ты ее эксплуатируешь до упора либо строишь новую. В чем отличие? вот Николай сказал по поводу объема сколько нам надо зерна. самом деле опять-таки тут кто бы как не считал в той или иной мере будет правой потому что есть серый рынок есть неучтенка и так далее и тому подобное но мы допустим мукамолы считаем что суммарно объем потребления без напряга чтобы нам хватило для внутреннего рынка и для экспорта нам надо 3,4 десятых 3,5 миллиона тонн продовольственной пшеницы желательно из них 80% пшеницы второго класса все все остальное там 5 миллионов там это из разряда фантастики но так же само как и 1 миллион тоже это кто-то не знаю каким образом такую цифру мог получить почему новую мельницу выгоднее строить и эксплуатировать чем старую по нескольким причинам причина первая это ассортимент и выход продукции потому что на старой мельнице традиционно получали всегда 2-3 сорта муки в зависимости от развитости технологической схемы и при этом нужно не забывать что линия может заточена быть либо на хлебопекарный помол либо на помол там высокостекловидной пшеницы с отбором макаронной крупки ну чего у нас к сожалению уже на сегодняшний день практически нету ну что у нас пшеницы такой нету но такие мельницы остались и они сейчас работают по большему проценту отбора манной крупы например да то есть нестандартный там 1-1,5% они могут отбирать там 15% манной крупы манка дороже существенно стоит чем мука на современной мельнице можно делать технологический процесс таким образом что делать несколько потоков и потом через дозирование смешивания можно формировать любую гамму продуктов всегда опять-таки когда ездили в свое время за границу в ту же Францию допустим да мы говорили бляха-муха они на мельнице могут 100 сортов муки производить на самом деле пока не поймешь в чем прикол не поймешь этого на самом деле ничего волшебного нету и сегодня поверьте у нас уже есть мельницы в Украине которые могут без особого напряга делать 100 сортов муки вопрос только в том кому они нужны мельники делают муку под хлебопеков хлебопеки делают соответственно свою выпечку под потребителей если потребитель готов у нас покупать ассортимент 100 видов хлебобулочных изделий будет делаться им 100 видов если к сожалению у нас в стране делается в массовом производстве буквально мы считали 12 сортов хлеба и батона в массовом производстве в Украине всего лишь рецептура и то она распределена достаточно регионально есть где-то там более заварные сорта где-то плодовая не суть важно то есть я имею ввиду что потребитель у нас нет спроса со стороны потребителя на такое количество сортов муки как допустим в Европе то есть это первое то есть отличие современного мельзавода от традиционного будем говорить второе это энергоемкость опять-таки то же что и в элеваторах силосных или напольных то есть здесь все тоже достаточно прозаично и понятно переработка одной тонны зерна либо это в пределах 70-75 80 кВт в час либо 115-120 кВт в час как говорится почувствуйте разницу это на тоне мельница перерабатывает 100-200 у нас есть Киев Млын который перерабатывает 2000 тонн в сутки вот посчитайте какая разница может быть Днепромлын перерабатывает 1000 тонн в сутки и так далее то есть разница в течение суток как плавает цена сколько это в деньгах если взять в деньгах да в деньгах не в киловатт ну нужно эту разницу умножить на сколько там сколько сейчас промышленный киловатт стоит там 70 по-моему ну там же ночной тариф еще есть 240 ну а перемножить вот и получится сейчас я не смогу Николай я не смогу такие цифры в голове перемножить честно да там одни нули да но небольшие там шестизначные там на конец месяца получаются вот третье отличие опять-таки тоже что и в элеваторе и в складе напольного хранения это количество обслуживаемого персонала вот то что Николай там приводил пример штатов тоже у нас много лет назад впервые побывал на итальянской мельнице мы обошли ее черт побери где люди где люди на этой мельнице да ну нет попрятались потом мы их нашли одного нельзя это слово производить одного афро итальянца который ходил швабрил там по территории и двух евро итальянцев которые сидели в карты играли на пульту управления все больше никого там не было собственники главный технолог в одном лице он там потом пришел сказал что вы тут ходите идите отсюда вот на самом деле да количество персонала это зависит от степени автоматизации и если раньше допустим те же традиционные мельницы которые строились там до ВКО 50-60-х годов в Украине достаточно много было и сейчас еще остались фирмы которые занимаются автоматизацией мукомольного производства производства то мельницы вот у нас это идет сейчас мельницы пятого поколения в Европе у нас в мельницах 5G да 5G раньше чем у корейцев получилось вот они уже изначально заточены на дистанционное управление на автоматизацию и количество персонала в смене не превышает 3 человека это на мельнице от 150 тонн и выше вот то есть это очень негативный аспект на самом деле потому что мельницы строятся в подавляющем большинстве ну негативно не для собственника для зоны где эти мельницы строятся потому что обычно мельницы как и элеваторы строятся в зоне производства зерна где эти предприятия являются основными ну как бы как это называется градообразующими да не всегда это крупные а вот современные мельницы наоборот строятся там где зерно есть и вот ситуация возникает к примеру там новопокровский кхп да то есть у них на территории на предприятии работает более 300 человек уволить он их физически не может физически потому что наступит коллапс работы в данном ну вот отсюда себестоимость получается и так далее и тому подобное ну то есть если суммировать получается три основных разницы новой мельницы от традиционной это выход ассортимент продукции автоматизация и энергопотребление да спасибо большое плавно попытаемся перейти к таким новым решением к эти решениям но мне вообще хотелось бы зацепить о том что вот последние несколько лет очень популярные книжки одного из историков ювале ноя харари самая такая масштабная это сапиенс и там вопрос звучит кто кого приручил пшеницу мы или пшеница нас и человек который вообще не приспособен для того чтобы наклоняться там зачем-то ухаживать он остановился и больше никуда не кочует он обрабатывает пшеницу спина диски вылетают колени репят болят но он все равно в эту пшеницу уперся ему все равно до этого мог ходить по всем лесам бродить ему все было замечательно но приручили таким образом и вот мы айти решениями и технологичными элеваторами мы очень большое количество людей освобождаем от работы это будет очень сильно влиять на социальную инфраструктуру так вот ювале харари сказал что в будущем будут класс бесполезных людей если на сегодняшний момент мы их развлекаем наркотиками и компьютерными играми то каким образом придумать задействовать их в будущем я как-то давно лет 10 назад прочитал статью о том что в украине эффективное количество населения 28 миллионов человек я так ужаснулся 10 лет назад 28 миллионов человек думаю боже кто же это написал а там приводились такие обоснования что на такое количество людей будет достаточно количество рабочих мест и все будут удовлетворены и все я смотрю мы постепенно движемся движемся сползаем к этой цифре где население незадействованное оно либо уезжает куда-то либо просто не может найти работу и превращается в бесполезных людей но мы продолжим айти решение на американских элеваторах например нету забора меня это поразило из кукурузного поля ты выходишь и сразу попадаешь на элеватор охраны тоже нету то есть ты сразу оказываешься на территории элеватора социальная ответственность заставляет брать какого-то одного работника у которого есть определенные заболевания в том числе психологические ему выдают почетное метло он ходит просто метет этой метлой такая социальная ответственность он ее несет скажем очень удивило на этаноловом заводе который перерабатывает 500 миллионов нет в этом в галлонах же оно считается в общем что я для себя 500 тысяч наверное да 500 тысяч тонн перерабатывает кукурузы работало 16 человек это во все смены 16 человек а например вот у компании суфле на одном из самых крупных солодовых заводов мы с радио нам были это в порте руан то директор элеватора ничем директор солодового завода ничем не отличается от остальных работников он ходит точно в такой же форме ночью вообще никто не дежурит и нету охраны каждый по графику кто дежурный вводит в систему что его именно его телефон нужно информировать если что-то вдруг происходит именно у этого дежурного ночью зазвонить телефон если вдруг какой-то сбой в программе и он быстренько поедет как дежурный решит этот вопрос поэтому я хотел бы перейти к таким вопросам как айти решение у нас сегодня есть два специалиста которые я хотел бы задействовать господин Максим Сорока кировник айти проектов вырубничьих активе в компании Кернел Кернел компания очень уважаемая очень большая имеет большие элеваторные мощности и стала в этом году вообще бесспорным лидером по экспорту зерна благодаря своей инфраструктуре вот скажите какие айти решения помогают вам выйти на такие показатели ну смотрите учет да мы можем сделать на любом элеваторе на новом или на старом и но важно чтобы этот учет был одинаковым и прозрачным для всей компании если у нас 40 элеваторов мы должны понимать оперативно сколько там зерна и какого качества и доверять этим данным понятное дело что сразу не все так было гладко и были какие-то проблемные вопросы но на сегодня с учетом у нас проблем нет мы понимаем фактическое качество на элеватор фактическое свободное место для загрузки для загрузки данных с полей нашего агрохолдинга мы используем на платформе 1С предприятия решение которое внедрялось изначально фирма Аксиома потом уже совместно с Игорем Нешиком мы заканчивали внедрение этого продукта но на данный момент уже стоят задачи понятное дело что автоматизации не учета автоматизации и тут тоже не все так просто речь идет о автоматизации логистических процессов на предприятии и правильно сказано да о заборе и о охране поскольку сейчас глядя на оргструктуру предприятия зачастую видишь что штат охраны это основной штат элеватора было время когда ну видят да руководители видят что много охраны почему они там ходят давай навешаем на них каких-то функций дополнительно да пускай мешки носят пускай машины регистрируют пускай пускай там еще что-то делают поэтому тенденция идет к тому что эту функцию с охраны мы сейчас снимаем охрана должна грубо говоря обдить периметр и на этом его ну и смотреть там процесса чтобы там действительно мешка не было в кабине ну скажем так остальное 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 процессы мы рано или поздно автоматизируем полностью и не только мы а все туда придут все элеваторы скорее всего будут работать без ТТН будут ТЦП это вопрос только времени я думаю год-два наверное это там такое перспективы вряд ли но где-то в годах пяти я думаю мы туда все придем также важно понимать объемы элеватора его темпы приемки и темпы отгрузки которые ты себе ставишь если говорить о автоматизации элеватора который который в планах ну ставишь себе что он должен там тысячу три тысячи тонн сутки там прием это один вопрос и тут это проще если мы говорим о шести восьми тысячах то тогда без подключения к производственной линии без пересмотра маршрутов это просто нереально и мы сейчас даже понимаем вот у нас есть пример Нежинского элеватора было подозрение на то что грубо говоря узкое горлышко будет у нас в лаборатории или весовом оборудовании как оказалось нет это выгрузка и даже не выгрузка в части мощности самой работы оборудования а сам процесс физически на этой выгрузке который происходит и вот в этом ключе ну я думаю что придется работать всем у которых всем большим крупным предприятиям которых уже упоминалось что в целях один маршрут и не один маршрут выгружать скажите а можете сказать там 1-2-3 пункта айти решений которые проще решаются на новом элеварке пока не имеются на старом элеварке или какой разницы нет на эти решения ну понятное дело что проще проще решать проще проще решать если это эти решения проектировать с момента постройки элеватора поскольку даже в ну уже упоминалось коллегами что есть некое погрехи постройки и новых решений ну поэтому поэтому бывают трудности в автоматизации логистики на новых предприятиях но со старыми конечно же да например разрозненность этих выгрузок часто если там ставить применять какие-то FID технологии для идентификации транспорта бывает такое что ты не можешь там поставить этот считыватель по той причине что транспортный поток реализован так что машина где-то разворачивается и заезжает задом ну вот трудности всегда бывают на старых элеваторах но на новых элеваторах это тоже не говорится так что 100% все будет хорошо то есть если мы хотим делать все качественно то есть надо проектировать с самого начала под какую-то конкретно эти решения ну если говорить о проектировании старый новый и так дальше всегда надо исходить от потребности и самое главное в строительстве с чем-то мы сталкиваемся это правильно идентифицировать эту потребность правильно ее сформировать потому что действительно элеваторы современные они должны быть универсальны потому что то сырье которое заходит на элеватор оно слабо прогнозируемо вот и как меняется рынок как меняются продукты которые используют ну которые надо хранить на сегодняшний день это глобальная задача и собственнику элеватора надо быть готовым к тому что ему там в следующем году придется работать совсем с другим там продуктом или сырьем и так дальше если говорить о вообще как вот в Украине вот вы правильно говорили что в 2000-х годах вообще там проектирование оно в Украине из себя представляло полное непонимание современных технологий то на сегодняшний день да мы уже бросаем мостик до того чтобы в момент проектирования уже были действительно заложены и эти решения в том числе и эти решения не только по учету не только по учету сырья но и по учету ресурсов это электроэнергии и воды газа и тому подобное потому что что такое электроэнергия на сегодняшний день которую необходимо контролировать за которой необходимо смотреть это выбор маршрута количество задействованных электродвигателей они не только влияют на себестоимость потребленной электроэнергии но и на качество зерна потому что 1 нория это плюс 0,5% обоя и 4 раза поднял 2% как бы получил отходов что необходимо и предусмотреть в проекте при строительстве но и необходимо контролировать при эксплуатации и контроль на сегодняшний день стоит задача контролировать расход электроэнергии например в моменте ее потребления потому что в конце месяца ты по-любому придется счет оплачивать вот а когда неправильно выбран технологом который эксплуатирует элеватор неправильно выбран маршрут управленческое решение необходимо именно в этот момент если вернуться к тому что вот как как развивается элеваторная отрасль в Украине то могу сказать что это такие как бы эволюционный такой рост ну например там несколько лет назад мы там интенсивно проектировали сушилки которые там были у нас 20 тонн в час вот мы там делали сразу прыжок до 100 тонн сушилок потому что был как бы влажный сезон все задумались на том чтобы быстро посушить большое количество зерна вот там несколько лет назад необходимо стала необходимость грузить маршруты вот тоже там практически ни один элеватор не был готов к тому чтобы грузить грузить 52 вагона в сутки вот на сегодняшний день мы там говорим о том что уже необходимо больше 100 в сутки грузить потому что действительно логистика и количество зерна она превышает те потребности те возможности которые там были несколько лет назад вот а это значит что это значит производительность транспортного оборудования уже там 175 тонн в час это уже в принципе не очень сильно удовлетворяет те потребности которые сегодня есть уже необходимо там говорить о 200 тонн оборудовании производительность очистных машин производительность сушилок и и это все укрупняется потому что даже на элеваторах ну мы тоже это школа еще технологи наши проектировщики они школа Советского Союза и когда стоит задача построить 40 тонн 40 тысячный элеватор а тебе приходит заказчик и говорит да нет мне 100 тонн оборудования не интересно мне надо там 200 тонн оборудования ну и ты вообще никак не понимаешь ну почему 200 тонн оборудования и ты уже только по факту видишь когда ну действительно соглашаешься с его потребностями ты по факту видишь что действительно это необходимо на сегодняшний день делать потому что элеватор на сегодняшний день превратился в такой как бы транспортный хаб на котором необходимо быстро перевалить быстро подработать и быстро отгрузить, потому что уже стоит, как бы ячмень отгрузили, уже пора кукурузой загружать элеватор второй и третий раз, и окупаемость элеватора, она как раз в оборачиваемости. Если мы говорим о том, что коэффициент по книжках Советского Союза, коэффициент 1 и 2 это хороший коэффициент для элеватора, для портовых элеваторов там коэффициент 3, то на сегодняшний день линейный элеватор потребность в коэффициенте 3 это нормальная потребность, если не в коэффициенте 5. Поэтому говорить о том, что может выполнить старый элеватор, на сегодняшний день он может выполнить только Это очень ограниченная задача. Я уже не говорю о себестоимости и всему остальному, но если у инвестора стоит задача, куда вложить определенную сумму денег, то на сегодняшний день старый элеватор ему нужен только для того, что это очень хорошая площадка для того, чтобы там построить новое. Я бы хотела добавить к предыдущему выступлению. Дело в том, что моя тетя была заведующей советского элеватора в Минской области, в Дзержинском районе. Вот так и выясняется, все выясняется. Да, так что не случайно я об этом среди вас. Мне было интересно ходить и смотреть, как все происходило на тот момент. Конечно же, это было очень кустарно на сегодняшний день. Такие-то ножи, такие объемы, такая скорость. Это было просто даже не фонтанал. Наверное, Айзек Азимов бы такого не написал. Но сам факт, что будучи экономистом, экономика – это одно из образований, которым я владею, я понимаю, что там, где есть спрос, есть и предложение. То есть мы сегодня не должны забывать, что в ближайшие 40 лет нам надо будет прокормить на 2,5 миллиарда больше ртов. Понятно, что мы должны еще больше ускоряться, еще больше наращивать мощности. И те элеваторы, которые в прошлом были хорошо организованы и выполняли свою функцию на те времена, просто будут не подходить, как и оборудование, которыми они обслуживаются. Поэтому, если мы говорим, допустим, про конец 90-х, в которых я уже была на рынке и видела, как это все происходило, то есть сама цена, если ты приходил на CPT, и до 50 долларов цена на CPT не доходила, то есть на ФОБе ты говорил про ячмене, до 50 долларов на ФОБе, и пшеница стоила тебе около 60 долларов за тонну, если была качество нормальное, фураж стоил и того меньше. То, естественно, сегодня, когда ты говоришь про стоимость зерна около порядка 200 долларов, ну или выше, мы видели уже 250, все возможно, естественно, мы в правильном бизнесе, и нам, естественно, экономика такова, что это окупается. Но нельзя забывать, когда ты наращиваешь мощности, нельзя забывать о том, что ты теряешь. Я прозвучала тоже в предыдущих выступлениях, что вот мы не двигаем подсолнечник. Я могу сказать, что в Бенгрии, которая очень похожа по своим погодным условиям к Украине, у Петкуса очень большое количество сушилок. Почему? Потому что мы сушим не только быстро, но еще и не агрессивно. То есть после того, как… И особенно это заметно на таких культурах, как подсолнечник, ну и, конечно же, кукуруза. Потому что вот эти все микроповреждения, которые случаются при агрессивной сушке, когда температура слишком высокая, проходимость слишком быстрая, слишком сильно ударяется зерно, это все потом выражается в большем количестве битых зерен. Если оно проявляется не сразу, то, когда ты двигаешь это зерно при втором перемещении товара, ты это хочешь, не хочешь, оно тебе вылезет. Я в трейдинге была 20 лет. Я видела столько дефолтов по кукурузе, как ни по одной другой культуре. Это было вызвано именно тем. Если еще на первых порах у тебя биты позволяют, хорошо, ты теряешь там 2, может быть, даже 3 доллара за тонус, в зависимости от того, как ты это считаешь, то на второй или на третьей перевалке у тебя уже перехватывает дыхание, ты думаешь, господи, хоть бы как бы, ну там крестишься, молишься, не спишь, и надеешься, и постоянные телефонные разговоры с сервейером, с которым должны быть очень хорошие отношения, и при всем при этом не факт, что ты им будешь отвечать. Так вот, если ты производишь правильно, и сушишь правильно, и переваливаешь быстро, то рынок, конечно же, никуда. Сейчас Украина задает погоды на рынке кукурузы. Еще 5 лет назад мы об этом даже не мечтали. Как можно задавать погоду на рынке, и качество не соответствует? Да никак, просто, но блясу ближе. Так что надо сушить, сушить правильно, сортировать правильно, переваливать правильно, и, конечно же, без новых элеваторов нам не обойтись. Ну, я здесь полностью поддержу, я помню, когда Украина выращивала 3 миллиона тонн кукурузы, и мы столкнулись с проблемой, когда Украина вырастила первый раз около 4 миллионов тонн кукурузы. Мы приезжали везде на элеваторы, а у нас не было еще даже комбайнов, которые способны были из качанов выбивать эту кукурузу. И на элеваторах хранились они все в качанах, и сидели женщины в фуфайках феврале месяца, и они лущили эту кукурузу. Это было очень смешно и прикольно. Затем я помню, как я поехал в США в университет, и там писал дипломную работу по кукурузе. И вот в этом качане, в каждом зерне, есть такой клапан, диффузорчик, и вот пока кукуруза живет в качане, она никаким образом не может испортиться. И тогда я узнал болгарский способ хранения кукурузы, когда в качанах такие специальные сеточные силоса, и оттуда снизу вентиляторы, они сушили таким образом. То есть любые способы ухищрения. И вот посмотрите, как изменились технологии. Насколько сильно изменились технологии, и как это сильно повлияло на структуру производства. Мы с вами за 15 лет увеличили производство кукурузы в 10 раз. В 10 раз мы с вами увеличили производство зерна почти в 3 раза. Я помню, как-то я сидел лет 10 назад на совещании в США, там совет директоров был самых крупных компаний Североамериканской экспортной ассоциации. Там обсуждался вопрос, какие комбайны лучше всего. И там представители Джундира, МСА и Фергуссона дрались за пальму первенства. Так вот, IT-решения там имели превалирующий характер. Где в бункере было видно вес, урожайность, было видно качество этого зерна. У нас тогда еще об этом особо не думал. У нас говорили о том, что в принципе в бункере можно сразу определить качество зерна. Но это так, в принципе говорили. А там уже шла борьба. За какими комбайнами будет будущее. Поэтому я хотел еще предоставить слово человеку, который в IT-решениях в принципе специалист. Это Игорь Нешик. Скажите, пожалуйста, вы как человек из IT-отрасли, что вы можете предложить и какие вы видите перспективы? Вот новый элеватор, старый элеватор. Скажу, что мы занимаемся уже более 10 лет разработкой IT. Опыт у нас хороший. Слышно так лучше, да? Опыт у нас значительный. Что мы можем предложить? Мы можем сказать, куда двигаться дальше. Сейчас уже у нас элеваторы умеют строить, умеют качественно хранить зерно. Есть какая-то автоматизация процессов на элеваторе. Как-то ускоряется документооборот, но при этом элеватор не прозрачен перед своим поклаждателем абсолютно. То есть в эту сторону вообще нет никакого развития. То есть мы считаем, что новый элеватор, те, что строятся, а современный ли он? То есть отвечает ли он требованиям современного времени? Скорее всего, что нет, потому что никто не задается вопросом, почему поклаждателю для того, чтобы переоформить зерно, надо физически поехать на элеватор, подписывать какие-то доверенности, переписывать, гостить складские и так далее. То есть мы считаем, что элеватор современный, новый, он должен предоставить поклаждателю платформу для управления своим зерном как активом. То есть по сути это как клиент банк своего рода. Вот как вы положили в банк деньги и с мобильного телефона подписали платежку, точно так же одним нажатием фермер должен продать свое зерно через эту платформу. То есть элеватор должен предоставлять такой сервис. И это сервис не только для поклаждателя. То есть поклаждатель через этот сервис элеваторный, он должен его застраховать, выгодно переоформить, отгрузить, заложить в банк. И чтобы все эти сделки, которые проходят в цифровом виде, они должны быть полностью безопасны и им по сути все участники этой сделки должны доверять. И все технологии уже на рынке для разработки такой платформы, для его внедрения, они уже существуют. Уже есть украинские платформы. Какие вообще это платформы должны быть? Есть четыре, может сказать, кита, на которых мы считаем, что весь рынок будет работать через эти четыре технологии. Это технология блокчейн, когда элеватор все свои транзакции, которые происходят с зерном, он их публикует в блокчейн-сеть. Что это такое? Это по сути ваша транзакция уже неизменна, ее никто никаким образом изменить не может. Второе – это использование распределенных систем, когда данные о балансе клиента хранятся не только на сервере у элеватора, или, например, складки, которые он выгрузил в Держ-реестр, а они хранятся по сути распределенно у всех участников рынка. То есть если банк принимает участие, он кредитует под какой-то зло 50-60% объема на элеваторе, он ставит эту систему у себя. Если это страховая компания, точно так же устанавливает у себя остальные элеваторы, которые тоже решают, предоставят такой сервис, то есть это тоже у них хранятся все копии этих данных. И нет такого, что кто-то задним числом, какой-то администратор системы может зайти подменить данные. Это тоже исключается. Следующая технология – это технология интернета вещей. Это тоже сейчас для многих звучит новое, что это такое вообще. Но это технология, которая в будущем позволит, по сути, отказаться от весовщика, как такого вообще. То есть доверять весовой транзакции полностью. Как бы весовое оборудование идентифицирует вашу товарную операцию и ставит свою электронно-цифровую подпись без участия человека вообще. Это как сейчас звучит, звучит как бы как фантастика, но технология настолько быстро развивается, что такие вещи уже есть. Мы уже такие вещи тоже внедряем. И по поводу платформы, которая будет сервисом для клиента, чтобы переоформлять, продавать зерно, это тоже, то есть она уже есть. То есть есть украинские ребята, которые написали блокчейн-платформу под такие вещи. И есть уже элеваторы, которые хотят и начинают пробовать с этим тоже работать. Ну, мне, конечно, очень нравится сама система блокчейн. Об этом так много говорят. Вот представьте себе, чем политики держат экономику? Они держат исключительно налогообложением и внедрением правил игры. Потому как, как сказала Маргарет Тэтчер, не бывает денег государственных, все деньги всегда налогоплательщиков. То есть задача государства, фискальная задача государства, это перераспределение доходов внутри. Поэтому богатых обкладывают налогами и бедным каким-то образом выделяют или выделяют на какие-то общесоциальные функции, как то всеобщая охрана или охрана здоровья и все такое прочее. Вот представьте себе, в один момент бизнес начинает расплачиваться не теми деньгами, которые динаминирует правительство, а начинает расплачиваться электронными деньгами, которые самостоятельно могут дегенерировать. Представьте себе, что зерно начинают торговать исключительно в какой-то электронной валюте, которую выпускает не американская федеральная резервная система, не украинский национальный банк. выпускают исключительно компании для того, чтобы торговать между собой. И при такой критической мощности, скажем, в 50-60% от общего объема торговли, если пойдет какой-то в электронной валюте, то правительства на национальном уровне, они просто теряют контроль над налогообложением таких компаний и, соответственно, теряют политическую силу над этими компаниями. Этим компаниям становится все равно, в какой стране они зарегистрированы и каким образом они говорят, они украинские или американские, или французские, или любого другого характера. Таким образом мы можем получить то, о чем и 20, и 50 лет назад говорили единое мировое правительство. Вот представьте себе, что оно может базироваться не на политическом принципе, а на экономическом принципе, где единое экономическое пространство, которое будет создано той валютой, которую будут генерировать такие компании. Такие IT-решения могут привести к таким последствиям, которые мы с вами на сегодняшний момент даже не представляем. Это очень интересно. Я думаю, помимо этого и фитосанитарные сертификаты, если они начнут использовать технологии блокчейн, представьте себе, что любая пачка муки, где-то купленная в Пекине, можно будет проследить полностью, даже на каком корабле ее перевозили, где она в Житомирской области, с номер поля, какого она выросла. Таким образом потребитель будет точно знать, в каком регионе произведена эта мука, и хочет ли он использовать эту муку или это печенье, произведенное из этой муки, хочет ли он его видит у себя на столе. Такие технологии создают прозрачность, где на каждом из этапов будет очень четко видно и прослеживаться. Потребитель этого хочет. Все хотят увидеть содержание, чем нас кормят, кто продавец, не купую ли я товар, краины агрессора, это очень важно. И вот такого характера, я думаю, будет нововведение появляться все больше и больше. Да, что вы хотите дополнить? Да, еще хотел дополнить, что технология блокчейн, что она еще позволяет, это реализовать такую идею, как смарт-контракты. По сути это сделки, которые будут осуществляться автоматически. Вот, например, есть аграрная расписка. И если ее смотреть в плоскости смарт-контракта, когда фермер завозит зерно на элеватор, система автоматически переоформляет, потому что контракт был заложен заранее, уже на кредитора все зерно, которое привозит фермер. То есть это в будущем, скорее всего, так оно и будет, потому что к этому движется мир, и мы тоже стремимся. Я уверен, что именно так и будет, но под это нужно абсолютно другое законодательство, под все, о чем мы рассуждаем, чтобы оно происходило в едином юридическом поле. Поэтому политики будут очень долго, мне кажется, останавливать реку изменений для того, чтобы не потерять контроль над всеми процессами. Но вместе с тем, куда бы мы ни пошли, мы все равно будем сталкиваться с безопасностью тех продуктов, которыми мы потребляем, интерес проявляемый. Я хотел следующему спикеру передать слово. Это Вадим Турянчик, эксперт по качеству и безопасности продукта. Вадим, скажите, с вашей точки зрения, новый элеватор, старый элеватор, система ХАСП, построение систем безопасности и контроля за качеством, какие есть приоритеты и в чем разница? Буду краток. Новый. Касательно того, что добавить, почему новый, Сергей Щербан достаточно хорошо рассказал, то есть все начинается непосредственно с того, каким зерном мы завозим, и мы его должны отгрузить как качественным, так и безопасным. И ряд вещей мы привносим именно на элеваторах. Это как хранение. То есть если мы обеспечиваем ненадлежащее хранение, это приведет к росту микотоксинов на выходе. И все, кто отгружает непосредственно за границу, то есть мы говорим не о перемещении внутри страны, то это может привести к тому, что ты получишь какие-то проблемы, нотификации по своим контрактам, если отгрузишь, например, в ту же Европу. Это сушка. То есть к этому как бы мало обращают внимания, но я помню в свое время, когда мы столкнулись с проблемой печного топлива, то есть чем ты сушишь. Я очень долго искал компанию, которая бы мне обеспечила тестирование топлива на показателе диоксин. Слава богу, нашлась такая компания как SGS, они нам помогли с этим. И мы начали контролировать непосредственно топливо. Потому что если ты по факту контролируешь уже зерно, то это уже проблема. Ты его потом просто не вывезешь никуда. То есть или надо искать назначение страны и назначение продукта, который можно далее использовать на биотопливо и так далее. Территория. То же самое. Если мы там захотим, например, получить свободную карантинную зону, почему-либо на Китай, там хранение шрота или зерна, амброзию, обеспечьте, пожалуйста, на элеваторе, который у вас напольник, 20 складов по 3000, добрых 12-15 гектар. Пойдите, обработайте, покосите, пофумигируйте и так далее. То же самое фумигация в банке, фумигация в напольниках, о чем я сказал Сергей. Опять-таки, суть в том, что идеальные условия ты не создашь, и в итоге ты фумигируешь и тратишь деньги иногда два раза. Почему? Потому что все вот эти щели мелкие, просаживание полов и так далее, это все влияет на качество той самой фумигации, которую мы проводим. Добавишь немножечко больше препарата, получишь превышение по пестицидам в продукте. Ну, неважно, какой бы вы ни фумигировали, кукуруза, рапса и так далее. То есть новый элеватор в любом случае он обеспечивает первое. Это то, что на меньшей территории тебе ухаживают за той же территорией, то есть устраняет кучу проблем по вредителям, по сорнякам и так далее. Хранение непосредственно в банке, когда ты изолируешь полностью доступ человека, птиц, грызунов и чего-либо, то есть продукт хранится непосредственно. Условия хранения, то есть ты можешь контролировать, не прибегая к тому, что у тебя человек бегает каждый день, щупом отбирает и проверяет, а подросла ли у меня влага. А если ты еще находишься в какой-то зоне, где у тебя повышенный риск грунтовых вод, то, что в принципе проектировщики тебе на начальном этапе скажут, поднять выше, опустить ниже подушку под банку. То есть это приведет к тому, что у тебя замокнет зерно. То есть ты можешь прийти через 2-3 дня, и у тебя по сути уже там и влажность подросла, и грибок уже развивается и так далее. То есть новые элеваторы однозначно да, то есть они нацелены на то, чтобы гарантировать безопасность. Про качество уже говорили, про кукурузу. Для меня это тоже достаточно знакомый вопрос, потому что когда ты перемещаешь много раз, а еще если ты грузишь, например, машина, если нет никакой автоматизации, то вообще ты от 0,5 вырастешь до всех трех. То есть все упирается в то, что максимальная автоматизация, максимально закрытые процессы, это максимум. И тогда сразу уходит вопрос, когда к вам приходит инспектор госпотребслужбы и говорит, окей, у вас там люди, например. Ну, бывают реально такие вопросы. А надо ли там сменную одежду лаборантам, когда они заходят в склад? Ну, в моем понимании это бред полный, потому что это не конечный продукт и он не микробиологически чувствителен. Но попробуйте докажите, да. А когда у вас полностью закрыт процесс, он сам собой исключается. То есть есть банка, доступ к продукту закрыт, какие проблемы? То есть оценка риска проведена, все сводится к тому, чтобы, опять-таки, с чего я начал. Получил качественное, безопасное зерно и не испортить его на элеваторе. Какие проблемы могут быть? Я основные привел, даже элементарные такие вещи, как смазки. Иногда на старых редукторах ты не можешь применять пищевые смазки, потому что из-за разных плотностей и так далее будет хуже работать. Соответственно, это все приводит к тому, что затраты, затраты, еще раз затраты. И тут уже, конечно, калькуляция. Проще поставить банку, снести склады, да, или все-таки модернизировать старые склады. Поэтому, как бы, мое мнение, я думаю, со мной многие, кто работают в системе менеджмента, согласятся, что это однозначно новый элеватор, который уже учитывает все потребности для обеспечения безопасности продукции. Это так. Старался быть очень оперативным. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо большое всем спикерам. Я хотел бы немножко попытаться, по крайней мере, свести в общие какие-то пункты ту информацию, которую мы сегодня собрали за нашу панель. То есть новый элеватор, он более эффективный с точки зрения безопасности в силу того, что там уже предусмотрены все новые правила, которые требуются рынкам. Это в первую очередь. Соответственно, IT-решения, которые появляются на рынке, гораздо легче имплементируются на новом элеваторе в силу того, что их можно заложить при проектировании. Таких, скажем, требований не существовало 20, 50, 100 лет назад. Соответственно, никто их и не закладывал. Это включает и кабеля, я думаю, и расположение самих выгрузочных мощностей, и организация движения, каким образом за этим всем следить. Это повлияет и на количество охраны, в том числе, которая будет потихоньку мешки подносить через забор. Значит, да я помню, мы как-то купили элеватор, и не было где жить, не было гостиницы в регионе. Я поселился у бабульки, которая была главным кладовщиком. И вот она, видя, что я все-таки сплю, легко управляла процессами. Вот мы как-то с товарищами сделали вид, что мы уехали в Запорожье, и тут мне звонят, говорят, у вас на элеваторе распродают зерно. Мы приезжаем в 2 часа ночи, моя любимая бабулька с весами у проходной распродает, целая очередь выстроилась. Поэтому бабулька тоже использовала все технологии, которые были ей доступны. Это предприимчивость. Блокчейн, с той точки зрения, меня бы заблокировать, скажем, и дальше сплошной чейн. Да, то есть автоматизация, новый сервис, платформа. Мне вообще понравилось. Если можно, скажем, у всех у нас есть какие-то банковские счета, карты. Если можно было привязать элеваторный бизнес к таким приложениям, которые банки дают, и тот же OTP, Raytheon, Fizen и PrivatBank, где ты запросто можешь переводить деньги в любые валюты, которые тебе нравятся с приложения, снимать лимиты, точно так же представьте себе, можно было бы на элеваторах в рамках собственной квоты менять классы на классы. Вы можете мне продать второй класс, а я хотел бы докупить третий класс, а я хотел бы отгрузить вот это количество. Ответьте мне, пожалуйста. Мне кажется, это такой, ну, будет технологический прорыв, если элеваторы начнут внедрять такие штуки. Тогда, я думаю, бедные менеджеры вообще с телефонами не то, что будут жить, они с ними будут спать и есть, и все, что угодно с ними делать. Ну, и очень интересное решение. По поводу самого элеватора, по эффективности, аренда земли, поддержание элеватора, зарплата и количество людей, использование электроэнергии, контроль формирования качества с поля, дополнительные возможности, которые предоставляет новый элеватор. И, конечно же, документальный оборот, который существует при помощи государства на данном этапе. Я думаю, что государственное частное партнерство, оно будет расширяться, и в какой-то момент очень большие функции на себя переберут какие-то саморегулирующие общественные организации, которые будут именно контролировать, и на их базе, возможно, и возникнут такие новообразования, как гарантийные фонды, которые и будут гарантировать поклаждателям сохранности груза или компенсации какого-то рода. То есть, я думаю, мы представили весь спектр, над чем нам нужно работать, и каким образом отличается новый элеватор от старого. Хотя мне очень нравится эксперта по поводу того, что старый немецкий элеватор под ним нормально стоит, а наш элеватор рассыпался. Ну, бывает и таким образом. Спасибо большое всем участникам панели. Спасибо вам. У нас сейчас кофе-брейк. Спасибо.